Еще более простой сервис называется 4XM. Он такой совершенно простой, ненавязчивый. Про него еще пишут во всех статьях, что его никак не обновляют. Я не знаю, я за ним не следила, но как это работает. Через кнопочку «Начать работу» мы регистрируемся. Нам предлагается конструктор теста в системе проверки знаний журнал успеваемости. Но это не как электронный журнал, это немножко громкое название. На самом деле, да, мы можем отслеживать результат участников и смотреть, как они там поотвечали, сколько баллов насобирали. Это подразумевается под журналом успеваемости. Тоже все пошагово. Создаем викторину, придумываем название, описание, категорию выбираем. Если мы хотим, чтобы викториной пользовались вообще все в интернете, то обязательно ставим здесь галочку. Иначе доступ будут иметь только зарегистрированные пользователи. Если вы даете ученикам, то им, бедняжникам, придется зарегистрироваться, чтобы ответить. Поэтому лучше все-таки галочку поставить. Ну и дальше вот так нажимаем кнопки «Далее», «Далее», «Далее» и так собираем наш конструктор. Вопросы здесь трех типов. Один правильный ответ, несколько и открытый, со свободной формой ответа. Ну, в это поле «Вопросы» вписываем, внизу вписываем ответы, отмечаем «Правильные» галочками или «Правильные», сюда загружаем картинку. Ну и опять нажимаем кнопочку «Далее», переходим ко второму вопросу. Вот так один за другим мы их собираем. Все довольно несложно здесь. Далее. Как оценивается вообще работа? Здесь нету нигде, где количество баллов нужно поставить. По умолчанию мы отметили, что какой ответ верный. И вот за каждый верный будет начисляться по одному баллу стандартно. Кроме того, сервис предложит ученикам написать фамилию и имя перед тем, как ответить на вопрос. Я вам ссылочку дала там по ссылочке. Да, фамилия и имя требуется. Любой символ вводите, ничего страшного там не будет от этого. Но это дает возможность отследить результаты. Вот, например, я на свои собственные вопросы ответила, и тут же в разделе «Результаты» я увидела вот такой итог. Это вот в конце прохода викторины участник получит вот такую таблицу. Ну, свое имя он увидит, да, когда он прошел этот тест, сколько минут он проходил, сколько он ответил на вопросы, сколько правильно, ну и в процентах. Вот. Ну, так все простенько, незатейливо. Тоже никакой обратной связи здесь нет, но зато быстро. А учитель в журнале увидит вот такую картинку. То же самое практически, и оценку увидит. Эту статистику можно себе тоже скачать и сохранить. То есть информация будет. Самый большой плюс этого сервиса в том, что можно скачать готовый этот тест. Он скачивается в формате HTML-файла, его можно открывать без участия интернета. То есть вы можете на экране где-то через проектор открыть этот, или ученикам раздать там на компьютере, если они за компьютерами сидят, или, допустим, у себя на экране открыть и отвечать на вопросы без участия интернета. Вот. Вот таким образом это все здесь работает. Сайт может быть продан, пока не продан, пока работает. Поэтому я о нем рассказываю. Как продадут, значит, будем искать новую замену. Но HTML-файл с вами останется на всю оставшуюся жизнь. Так что пользуйтесь возможностью. Дальше. По каждому ученику тоже можно просмотреть. Это тот самый журнал успеваемости, пожалуйста. Вот мы видим, как ответил ученик на каждый из вопросов. Вот. Здесь довольно все подробненько. Продолжение следует...